Всем большой привет! Вы на канале Ольга Новороско. Сегодня небольшое видео о том, когда вы покупаете недвижимость в России, какие необходимо проверять документы. Напомню, мы переехали из Казахстана, из города Алматы в 2017 году. И потом, спустя где-то, наверное, год я решила пойти в агентство недвижимости, потому что я в Алмате тоже работала в агентстве недвижимости. Мне интересно было узнать полностью все по оформлению документов, в чем отличается разница и попробовать поработать. Работала, скажу я, недолго, где-то около четырех месяцев, но примерно кухню по оформлению документов я поняла. Итак, здесь большая разница между Казахстаном и Россией по поводу того, что когда вы в Казахстане покупаете квартиру или дом, то основное, что вам нужно взять справку об отсутствии обременения. То есть даже не нужно передавать задаток. Вы берете справочку и после этого идете оформляться к нотариусу. Подписываете договор купли-продажи и нотариус дает документы на регистрацию. В России в основном сделки идут не нотариальные, потому что нотариус берет очень большие суммы. Договор купли-продажи вы можете взять типовой в интернете, можете обратиться к специалистам, который вам напечатает, можете оформиться через какое-то агентство. Когда мы только переехали, мы дом нашли самостоятельно, но в связи с тем, что мы абсолютно не разбирались, какие документы необходимы, чтобы проверить, мы обратились в агентство недвижимости. И они запросили 10 тысяч рублей за оформление сделки купли-продажи, ну и за сопровождение сделки. А в чем же заключалось сопровождение сделки? Значит, сначала вы приезжаете в агентство и подписываете соглашение о задатке, и только после этого, когда передается задаток, агентство начинает работать, то есть начинает собирать документы, какие необходимы документы. Также сейчас вы можете оформлять все это без агентства, если знаете тот пакет документов, который вам нужно проверить. Итак, что же необходимо для сделки купли-продажи? Если вы обращаете честь за агентство, то в основном основные документы готовит все равно продавец. То есть агентство говорит те справки, которые необходимо подготовить для покупателя к моменту оформления сделки. Раньше, чем 7 дней, в основном сделка не совершается. То есть для того, чтобы запросить какие-то справки, на это надо несколько дней. Вы, как продавец, идете в МФЦ, берете выписку ЕГРН, где указано, что на вашу недвижимость нету никаких обременений. Также берете справку о составе семьи. Обязательно нужно проверять, кто прописан в этом доме или квартиры. Раньше очень легко было проверить, потому что были домовые. Вот мы покупали дом в начале 2018 года. И нам собственник предоставил домовую полностью, где были и стояли штампы, что люди все выписаны. К моменту оформления сделки купли-продажи все члены семьи должны быть уже выписаны, чтобы потом вы не бегали и не уговаривали никого. Выпишитесь, пожалуйста. И также по домовой можно легко было проверить. Сейчас запрашивается справка, где идет полностью раскладка, кто в этом доме проживал раньше. Это все заказывается в ФНЦ и на каком основании дома эти приобретались. То есть либо были сделки купли-продажи, либо получали по договору дарения и так далее. То есть всю историю вы вот это смотрите и изучаете. Также вы как покупатель можете попросить обязательно кадастровые паспорты для того, чтобы проверить, была перепланировка или нет. Потому что в основном говорят, что никаких перепланировок нету, а потом выясняется, что все переделано. Если вас устраивает, вы на это закрываете глаза, то пожалуйста. Если нет, то это должен полностью все исправить продавец. Также обязательно нужно проверять с банком. Вот допустим, у меня был случай, что агентство не проверяло именно... То есть они проверяют саму недвижимость. Допустим, они проверили дом, что он чистый, проблем нету, не заложено всякое такое. Но не проверяют самого человека. То есть надо обязательно... Там идет ФСБ, проверяются данные, что именно сам человек, имеет ли он какие-то задолженности. Когда мы покупали квартиру, у нас проблем с документами не было никаких. Но была проблема именно с самой собственницей. То, что она, живя в другом городе, задолжала деньги банку, видимо, брала какие-то кредиты. И я настояла, что пока она не заплатит, не закроет вот эти все свои дела, сделки, купли-продажи не будет. Хорошо, что у ней была сумма там небольшая, около 60 тысяч. Она платила все свои задолженности. И тогда после этого спокойно мы оформились, зная, что никаких проблем не будет. Может быть, это не является никакой проблемой. Но просто я посмотрела, что судоисполнители ее разыскивают по всей России. Она переехала в другой город. И для меня было это важно, чтобы она не была никаким должником. Может быть, по закону это не имеет значения, но я себя обезопасила. То есть я сама параллельно с агентством недвижимости проверяла полностью все документы и на этого человека, и на эту квартиру. Если собственником является несовершеннолетний, то обязательно нужна справка с опеки и попечительства. Эта справка выдается в администрации города. Ее очень тяжело брать, потому что она дается... Эта опека и попечительство засчитает один раз в месяц. Поэтому срок уже будет не через неделю вы оформитесь, а, допустим, через месяц только сможете оформиться. Но это только если собственниками являются несовершеннолетние дети. Если они прописаны в квартире или в доме, то продавцы просто их выписывают и никаких проблем нет. Если квартира или дом приобретались в браке, тогда обязательно нужно нотариальное согласие супруга или супруги. Это обязательно. Также если человек является пожилого возраста или выглядит как недееспособный, то обязательно нужны справки с психо- и наркодиспансера. Это то же самое вас обезопасит на будущее. Ну и главная справка, это... Ну не главная, а которая всегда берется, это об отсутствии коммунальных задолженностей. Это то же самое предоставляет продавец полностью. По свету, по газу, по воде, по отоплению. В общем, все-все справочки обязательно берет. Либо они показывают квитанции, либо прям идут в энергосбыт. И такие справочки там, водоканал, горгаз, и там эти справочки берут. Ну вот основные справки. Ну вот расширенная выписка ИГРНН. Там тоже всегда все подробно пишется по поводу дома. Когда вот эти все полный пакет документов вы собираете. После этого вы встречаетесь, покупатель, продавец в банке. Там кладете деньги в ячейку. Ну, в банке там, по-моему, тогда было месяц хранения в ячейке стоило 2000 рублей. Без обоих и покупателей, и продавца доступ к ячейке, к сейфу невозможен. После того, как вы сдали документы в МФЦ на регистрацию, через 10 дней вы забираете документы уже зарегистрированные, идете вместе в банк, обязательно с сотрудником банка, показываете договор купли-продажи, что документ зарегистрирован, после этого продавец получает свои деньги. Ну, это вот именно так, как обезопасить полностью себя. Ну, договор купли-продажи нужно делать в четырех экземплярах. Вы можете самостоятельно его напечатать на компьютере, можете к кому-то обратиться. Я уже об этом говорила. Оплачиваете как покупатель госпошлину, и в МФЦ оформляете сделку купли-продажи. Это такие основные нюансы, которые вы должны знать при покупке недвижимости на сегодня. Все. Подписываемся на канал. Если полезное видео, ставим лайки. До новых встреч на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok